Всем привет! Меня зовут Кэт, устраивайтесь поудобнее, будем вместе учить английский! Майские праздники не за горами, вот о них сегодня и поговорим. Вообще, как сказать вот эти майские праздники по-английски? Есть несколько вариантов. Bank holidays, это британский вариант. Bank holiday, это какой-то государственный выходной. Здесь в России у нас в мае много нерабочих праздничных дней. Вне зависимости от того, какие у вас планы, я надеюсь, у вас получится немного расслабиться и перезагрузиться. Давайте разберем фразы, которыми можно обозначить всю эту релаксацию. Ну и естественно, само слово relax, расслабляться. Я так много работала, мне надо расслабиться. То же значение. Я собираюсь все восемь дней просто чилить на пляже. Мечты-мечты. Если соединить relax и chill, получится очень неформальное разговорное слово, наверное, вы его слышали где-то в сериалах. Hey, чувак, да расслабься ты. А вот следующее выражение уже поинтереснее. Подзарядить свои батарейки. Тебе следует воспользоваться этой возможностью, чтобы подзарядить свои батарейки. Говорит тебе кто-то, а ты ему отвечаешь. А мне кажется, тебе нужно быть на чиле и на расслабовании. Это задрать ноги, если буквально, а фигурально расслабиться. Я собираюсь делать тебе чайку и почилить часок. Выдохнуть после напряженной работы. Бокал вина после работы позволяет мне расслабиться и выдохнуть. И еще одна версия этого слова. Этот год такой загруженный уже, мне бы не помешали несколько выходных, чтобы расслабиться. Ну и если по давней русской традиции вы собираетесь провести майские на даче, и вам надо будет рассказать об этом на английском, у меня есть варианты. Ну, во-первых, дача так и будет, дача. А если попросят объяснить, что такое дача, используйте Что вам больше нравится? Также есть отдельные слова для сада и огорода. Вот garden – это сад, где растут цветы и деревья. А вот огород, где сажают пресловутую картофу и вот это вот все, можно назвать Каждую весну мы едем на дачу, где есть огород, так что мы выращиваем свои собственные огурцы и помидоры. Теплица, если кому-то надо, будет Ну, конечно, не огородом единым. Многие поедут на шашлыки, ехать на шашлыки Давай устроим шашлыки Еще для вот непосредственно самого блюда, для шашлыков, может использоваться слово Ну что, на сегодня это все. Всем ударных майских праздников, чем бы вы ни занимались. Учите английский с пазл-энглиш. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok